Прежде всего, позвольте выразить мою благодарность за приглашение поучаствовать в вашем семинаре. Мне это очень всегда волнительно и интересно, поскольку в терапевтической гипоксии я работаю со середины, с конца 80-х годов. И вот сейчас пропагандирую эту мощную терапию в Европе. Он закончил первый мир в 80-х году, работал старшим научным сотрудником в ней, занимался с водолазами, немножко с космонавтами. Потом работал долго в Германии, 4 года работал в Нью-Йорке по проектам, связанным с терапевтической гипоксией. И в настоящее время живой и практикой на Майорке, являясь главой ученого совета фирмы SLG Technologies в Берлине. Вот. И представителем проекта «Митотехнология», если вы знаете, проект Скубачева в МГУ, ПМГУ. Ну и, кроме всего прочего, обучаю врачей методу терапевтической гипоксии в своей, так сказать, авторской интерпретации. Итак, повсевязана у нас, как мы хорошо знаем, с регенеративной медициной. То есть, в общем-то, вся медицина, по большому счету, она заданчивается и должна, в общем-то, служить целем регенерации тканей, органов, клеток. Мы знаем, что смысл и задача регенеративной медицины — это создание функциональной полноценности тканей и органов, которые могут быть повреждены заболеваниями, травмами, старением. То есть, эти процессы тканевой, внутриклеточной регенерации — это, в общем, важнейшие непрерывные процессы поддержания жизни организма. И служат они главной целью всего живого — передачей ДНК в следующее поколение. Вспомним, как устроена наша ДНК, да, наша большая ДНК, которая спрятана вот здесь, в ядре клетки. Вот в активной форме, когда она расправлена, с нее считывается информация для управления всеми процессами жизнедеятельности, для построения внутриклеточных структур, для развития и так далее. Естественно, в этом состоянии она и более подвержена всевозможным стрессовым воздействием, атакам свободных радикалов, допустим, ионизирующего излучения. Но в этом расправленном состоянии она же легко и чинится. Все ошибки могут здесь быстро починиться. А в состоянии неактивном, видите, она компактируется, вот наматывается на такие катушки, и дальше они еще компактируются в спирали, эта спираль укладывается. Вот в этом состоянии починить гораздо труднее, потому что здесь ферменты не работают. Для всех этих процессов организму, клетке нужно очень много энергии. И вот за производство, за выработку этой энергии отвечает другая ДНК. Она, в общем-то, является для нашего организма до сих пор отчасти чужеродной. Это хатеральный геном, в сравнении с геномом нашим ядерным, совсем крошечным. Всего лишь 16,5 килобайт. А геном нуклеарный 3,5 гигабайта. Вот представьте себе, это такой hard drive, а здесь крошечная дискета. И вот в этой дискете находится информация, которая работает для создания, то есть которая обеспечивает создание и выработку энергии. Эти два генома постоянно взаимодействуют между собой. То есть это как бы хозяин, а это как бы его, ну скажем, домашнее животное. Очень много интересных процессов здесь происходит. Для нас важно сейчас, какое это отношение все имеет к регенерации тканей. Итак, метафондрии. Метафондрии производят энергию путем окисления биологических субстратов, топлива, то есть глюкозы и жиров. Фактически здесь происходит сгорание. Точно так же, как в какой-нибудь печке или в автомобильном двигателе. Топливо расходуется, расходуется кислород. И выделяется энергия в виде АТФ или тепла. И так же побочные продукты горения. Это вода и углекислый газ. В все-таки происходит как в технике, только на биологической основе гораздо медленнее и более защищенном режиме. Вот мы видим метафондрии в клетке. Вот эти поперечные перегородки нужны, чтобы увеличить поверхность, на которой размещают терминт оксидативного проскоррелирования. Вот схематическое представление такое. Смотрите, вот эта партелия находится в пузырьке, как бы в окуоле. И она как бы переваривается. То есть здесь действительно идет как бы незавершенный процесс пищеварения. Внутри кислая среда. И здесь происходят все эти реакции на мембранах. Что самое важное для нас метафондрии в ДНК, вот она, кольцевая структура, как у всех биобактерий. И она лежит в этой горящей печке. То есть она подвергается огромному мутационному воздействию. Этого действия как бы же приводит мутации. Мутации метафондрии в ДНК для метров 10 раз более интенсивные и по скорости, по интенсивности, чем диабет в ДНК. То есть метафондрии очень быстро изнашиваются. А функциональные возможности и клеток, и органов напрямую зависят от количества энергии, которыми они обладают. То есть меньше энергии функция органа снижается. И одна из самых важных функций любого органа, любых компонентов этого органа, конечно же, регенерация. Мы знаем, что существует регенерация клеток кожи. Постоянно у нас образуются новые слои фитфлориколи. Регенерация клеток печени, например, клеток слизистой, пищеварительного тракта. Но в процессе регенерации, в общем-то, присущи всем органам и тканям, в разные степени. Несколько слов о биоэнергетической парадигме старения и дегенеративных заболеваниях. То есть в последнее время все больше данных о том, что все эти процессы определяются износом метафондрии. Естественно, износ метафондрии – это основная причина старения. И вот в зависимости от составляющих компонентов, которые участвуют в этой картине и тканриальной патологии, этот износ может происходить быстрее или медленнее. В результате мы видим прогрессирование, прогрессивное снижение энергии в организме и в клетках и всевозможные заболевания. Раньше как-то не задумывались о биоэнергетической сути этих заболеваний. Теперь становится понятно, что все без исключения хронические заболевания, по сути дела, они являются в метафондрииопатии. Вот иммунологичные заболевания, хроническая инфекция, рак, злокачественный рост, метаболические заболевания, такие как диабет, старение само по себе и нейродегенеративные заболевания. Это очень хорошо освещено сейчас в углу слова с одним из ведущих специалистов, опубликовал очень хорошую обзорную работу. Конечно же, эта проблема постоянно исследуется. И как мы хорошо знаем, первым, так сказать, пионером гипоксической терапии был профессор Мересун. Он именно с этой темы и начал. Он начал с применения гипоксической терапии для реабилитации и профилактики ишемической болезни сердца. Мы эту тему сейчас попробуем рассмотреть с точки зрения митохондрииопатии. Метафондрииопатии митохондрииопатии. Вот одна из третьих статей на эту, по этой теме, да, уничтожающаяся гипоксическая терапия повышает ДФН, это долерантность физической нарус и пациентов с хронической и женической болезнью сердца, что сопровождается нормализацией лепитного профиля, снижением атериатного давления, количество ординарных приступов, повышение гипоксической устойчивости. То есть это такое известное клиническое наблюдение. Но нам сейчас интересно, что за этим стоит. Как, так сказать, посмотреть глубже, потому что если мы понимаем связь с митохондриями, то этими процессами можно лучше упровнять. Давайте вспомним, как произошло, в общем-то, старение, износ артерии нашего организма. Это, в общем-то, является ключевым фактором старения. Врачи уже в древности заметили, что человек настолько стар, насколько стар и его артерии. И это до сих пор остается справедливым. Вот мы знаем, что рубных артерий, мы без равных артерий, со временем откладываются, так называемые, калестериновые пляшки, причем откладываются в каких... не везде, не по всему артериальному русу, а в каких-то критических зонах. Да, в сердце, например, в коронарах, здесь у нас наши каротины, в артерии, допустим, в ногах тоже очень часто, особенно при атеросклерозии, диапети. Что при этом происходит? Интересно, что пляшки развиваются только в артерии, никогда в венах. То есть зависит, так сказать, от гидродинамики и других процессов. Вот какие же это важные процессы. Вот нормальная артериальная стенка, вот ее мышечный слой, здоровый седительный тканный слой, а внутри очень тонкий слой энтугалиальных клеток. Это смазка и защитный слой для всей артерии. Причем эти клетки, конечно же, очень нежные и очень чувствительные. Они легко повреждаются именно в таких местах, где на них действует сумма факторов. Например, во время сокращения сердца, смотрите, что происходит. Диастерия, артерия раскрывается, она делает цифровый просвет, сечение круглое. Во время систола она сплющивается. И вот там происходит, ну, условно, 60-70 раз в минуту. Умножаем на 24 часа, умножаем на жизнь. И что же получается? Получается, что здесь у нас колоссальная механическая нагрузка действует. Возьмите, допустим, садовый шланг и наступайте на него со скоростью 70 раз в минуту в течение суток. Он сломается, сутки не проживет. А наши артерии живут так долго. Почему? Потому что здесь постоянно происходят регенеративные процессы. То есть, то, что повреждает механическим износом, вот здесь есть, что повреждает. Здесь есть коллагеновые голодные, здесь есть другие сетеватные структуры. Механические движения их повреждают, а в фазе ослабления происходит ремонт. То есть, такое короткое время. И самое главное, что этот ремонт очень зависит вот именно от эндотериальных клеток. Откуда берутся пляжки? Как только возникают микротрещины, организм ищет срочное средство для ремонта. То, что попалось в полруху. Аварийный ремонт при помощи клея. В состав этого клея входит, в том числе и калистерин. То есть, это афро-олиопарпиели и калистерин. Они здесь накапливаются для того, чтобы заклеить вот эти клещи. Поскольку этот процесс продолжается хронически, потому что времени для нормального ремонта у нас все меньше и меньше, вот со временем развиваются пляжки, и сердечно-сосудистая патология до сих пор остается ведущей причиной смерти для всех развитых стран. Конечно, инфаркт, инсульт. Потому что нестабильные пляжки выделяют, могут хрошиться, и микроэмболы могут закупоривать артерии. То есть, этот процесс, в общем-то, фундаментальный процесс старения, принимающий части в старении. Но мы хорошо знаем, что у организма есть средства ему противодействия. Вот можем ли мы при помощи нашего воздействия, гипоксического, гипероксического, этот процесс поддержать? Давайте посмотрим артериальное русло. Вот смотрите, поврежденные эндотериальные клетки, вот они зеленые, здесь показаны, они удаляются и заменяют их эндотериальные прогениторы, эндотериал прогенитор селлс. То есть, они постоянно находятся в кровотобии. Это стволовые клетки, которые определяются из нашего костного мозга. Они постоянно находятся в кровотобии, постоянно принюхиваются, где что повреждено. Как только они набоят это место, они сюда приклеиваются и трансформируются в нормальные здоровые клетки. У молодых людей это происходит рутинно, постоянно, но с возрастом, чем в старшем и старшем. Кольца близо не гряется. Вот смотрите, здесь показано, как из костного мозга постоянно выделяются эти прогениторы, как они проходят через соответствующую венозно-артериальную систему и попадают в кровоток через различные цитокины, факторы аттрактантов, они находят поврежденные места. Причем это не только эндотериальные клетки, эти же клетки, так называемые мезинхимальные столовые клетки, они являются очень важными прикурсами для ремонта во всех других органах. То есть вот эта система является в общем-то фундаментальной системой всех регенеративных процессов. Жизненный цикл метафондрии относительно проводки. Примерно 2-4 недели в зависимости от условий, в зависимости от нагрузки, которую они испытывают. Вот у нас здесь есть, так сказать, свежая митохондрия. Что интересно, мы видим, что каждая митохондрия содержит не столько митохондральных ДНК. Вовсе не одну. То есть назвать ее отдельным организмом уже нельзя. Дальше будет еще интереснее. Мы поймем, почему это так. Но что важно, во время производства эргит, вот это в виде АТП выделяется здесь, конечно же, выделяется и какое-то количество свободных радикалов. Свободные радикалы кислорода, которые потом превращаются в частично свободные радикалы, а азотные, то есть там в задней азоте окисляется, то есть образуется целая серия агрессивных молекул. И они неизбежно повреждают новые и самые структуры митохондрии, в том числе и метафедральные ДНК. Такие митохондрии производят гораздо больше свободных радикалов, чем АТР. И вот это нормальный жизненный цикл митохондрии. Что происходит вот с такой изношенной митохондрией? По большей части она ее внутриклетки сиитрают. Лизосом. То есть в процессе нормального износа митохондрии происходит митохондрия, уничтожение таких изношенных митохондрий и из зачатого митохондрии рождается новая митохондрия. Это сложный процесс, в нем все еще понятно, но основные закономерности нам известно. Является первопричиной многих, или даже большинства хронических, негеративных заболеваний не стареют. Вот смотрите, здесь пыток свободных радикалов в нервной системе, в головном мозге, и у нас это хорошо известно, что связано с болезнью паркенсоны, альгеймера, множество линский рост и так далее. В сердце это и острые сердечные и хронические, а в легких это эмфизема, астма, хроническая эспираторная недостаточность. В нашей коже это фотоэйджинг, большая тема для всей косметической медицины. В наших глазах это и катаракта, генез, и дегенеративные всевозможные ретинопатии, макулярные дистрофии, то есть все без исключения отдельных органов и системы тысячи различных патологий и пазологий, а первопричина одна. То есть если мы как-то сможем контролировать эту первопричину, то, наверное, мы получим большую пользу для всех этих патологий. При этом важно помнить, что оксидативный стресс, вот он здесь справа, крайней выраженности, он является в общем-то естественным развитием совершенно необходимого нормального процесса, так сказать, который называется редокс-сигнал. То есть описывательная остановительная сигнализация, которая в клетке совершенно необходима для того, чтобы что-то починить, сначала это нужно повредить. Именно так устроена жизнь. Ремонт происходит только тогда, когда происходит повреждение. Если это повреждение остается вот в этой зоне, то оно и доступно починить. Если же оно чрезмерно, как в этой зоне, то его далеко не всегда можно починить. Достаточно просто и логично устроимся. изношенные доходы исчезают более-менее объективно в процессе митохобили. Но есть одно специальное повреждение митохобилиарного НК, которое не подвергается митохобилиаре. Это так называемые митохобилиарные делекции. Что такое делекция? Удаление участка митохобилиарного НК. Если этот участок просто мутирован и заменен чем-то, то величина этого колечка не меняется. Такая митохобилиарная перециклироваться в митохобилиаре. Но если достаточно большой сегмент удален, то эта митохобилиарная уже не попадает в цикл митохобилиаре. Она продолжает жить, несмотря на то, что когда МИД уменьшилось, но она уже выглядит по-другому и ведет себя по-другому. Она выделяет гораздо больше свободных радикалов, производит меньше АТМ, и самое страшное, она размножается быстрее, чем ее здоровые конкуренты. То есть чем больше, чем интенсив, чем больше митохобилиарная диленция, чем меньше митохобилиарная ДНК по сравнению с аригинами, тем быстрее размножается эпопологические метафонные. Почему это происходит? Это очень простая химическая кинетика. Вот эта молекуля требуется немножко больше времени для создания своей копии, чем в этой мере. То есть происходит конкуренция чисто по времени. Это делает свой копию быстрее, чем это. метафон. И вот результат. В результате нормального метафорического старения, нормальных метафорических процессов в клетке постоянно увеличивается количество мегаметахонии, которые нельзя уничтожить в митахонии. Этот процесс называется клональная экспансия мегаметахонии. Вот здесь показывают при стабильном доступе к кислороду, при достаточном уровне питания, agribitant nutrition, то есть когда питание неограничено, мыши, например, получают столько, сколько они могут съесть. И с течением времени мы видим в клетках этих мышей тем меньше становится здоровых метафорных и увеличивается число мегаметахонии. Вот это и есть процесс старения, а когда он ускоряется и специализирован по разным тканям, мы видим тогда и специализированы патологии. Вот характерный пример. Эти мыши отличаются только лишь одной небольшой мутацией метафорных реалии. Вот эти мыши без мутации это их овесники, у которых как раз мутирован тот участок, который ускоряет появление в результате они стареют гораздо быстрее, снижается энергопродукция, у них появляется остеопороз, вот они сидеют быстрее, они менее поближны, то есть это неизлечимое заболевание, с которым считается, что ничего поделать нельзя. Провели эксперимент заставили их мышей бегать ежедневно по 5 километров, вот на этом трек-трекме, в течение 5 дней в неделю. 5 километров день для мыши это примерно как 20-30 километров день для нас. Представьте себе такое колоссальное нагрузка. эти мыши выжили и не только выжили, но они показали совершенно феноменальные результаты. Вот смотрите, это вес мышей в начале эксперимента, это милиэксперимент, вот это нормальные мыши без мутации. Они не бегали на гренд-милле, поэтому они в течение вот этого времени прибавили вес, у них появилось ожирение, у них появился метаболический синдром, то есть все как у нас это одна из моделей старения. Гипоактивный образ жизни или соответствующий метаболический синдром. Вот это мыши с нейтокондральной мутацией. У них другая модель старения, они теряют вес, у них развивается остеопороз, они седеют быстро, них эмонодепрессия развивается, то есть это модель старения, которого часто наблюдается. А вот это мыши, которые заставили бегать 5 км в день. Смотрите, они за это время почти, чуть-чуть увеличился вес, самое главное, их уровень здоровья и показатели практически мало изменились. мыши без мутации мутаций, это митохондрии, вот мышечные волокна, это литроплентки, это митохондрии. За время эксперимента, ну, мало что изменилось, вот это мутированные мыши, вот огромные мегамитохондрии в самом начале, вот и стало еще больше. И мы видим здесь лизис мышечных волокон, то есть оксидативный стресс соответствует логатикативу. А это мыши, которые насильственно заставляют бегать. Вот мы видим, что здесь логатик мегамитохондрии были, но тут их не стало больше. Примышечные волокна, неофибрилы тоже в общем-то мало изменены. Что и соответствует логатикативу. То есть при помощи вот такого чисто физического вмешательства мы скомпенсировали неизлечимые заболевания. Здесь не идет потому что эта осталась такой убежденной, но компенсация 100%. Вот это и есть дотилы за сектор регенерации. Но что же происходит с этими мегамитохондриями? Куда они делись у этих мышей? Эти мегахондрии погибли в метаптозисе. Метаптозис это процесс, который недавно был описан открыл описан стал его профессор с кулачем один из предыдущих специалистов по метахондриям сегодня в мире он обнаружил, что метахондрии в зависимости от степени их повреждения в зависимости от степени оксидативного стресса и морфологических повреждений они по-разному переживают оксидативный стресс метаптозисе то есть свои собственные цепные радикалы когда их очень много они приводят к разрушению самоликвидации метаптозисе метаптозисе уже не могут сохранять свою форму они раздуваются и улопаются как выльные пузыри при этом они освобождают вот здесь есть такой протеин протеины коспазы так называемые когда их очень много освобождается то вся клетка гибнет-аптоз то есть метаптоз является первым шагом в сторону аптоза программированных гибнет-клепов и вот именно метаптоз является этим фактором который может очистить следующий на триклеточную популяцию от мегакомедитар кок о гипоксии давно уже известно что она может быть полезной и конечно же мы знаем из истории что первые гипоксические воздействия были постоянными по своему характеру и длительное пребывание в состоянии гипоксии вот теперь становится ясно что длительное пребывание гипоксии оно более так сказать оно скорее патологическое явление приводит и что эффектор или факторов которые работают так сказать нужная нам сторона является интервальным а именно изменение концентрации порционного давления кислорода на уровне 2 вот итальянская работа 2002 года авторы сравнивали крыс которых содержали либо постоянно при 10% кислорода либо другая значит другая группа получала один раз в день всего лишь в течение одного часа дышала атмосферным воздухом то есть разница была только один час и на уровне так сказать организма разница оказалась огромной то есть протекшен интервью токсия то есть протективное действие перемежающейся гипоксии создается при кондишен для кондишен для адаптации вследствие повторяющейся реоксигенации а не действие гипоксии собой по себе то есть еще раз показано что именно вот эта контролирование реоксигенации является фактором который уничтожает поврежденные структуры и мегамитоходы вот график этого эксперимента смотрите очень четко видно вот на макси те же самые крысы набрали вес со временем эксперимента хронической гипоксии крысы потеряли вес и у них возникло хроническое походу сердечный сосуд а вот крыси которые час находились сейчас на грейной макси у них как раз все осталось вновь смотрите как похоже оба этих графика здесь чисто гипоксические воздействия а здесь воздействие мощного стимула физических тренировок то есть это практически одинаковые воздействия для метафон это очень важно для нас все мышцы метафонные вот именно такие пузырьки которые находятся внутри клеток на самом деле это не так большую часть мини-митохондрии существует в виде вот такой сети такой как бы мицелли грибницы которая внутри плена существует движется вот смотрите как это выглядит что живое живое это вообще проглаз человека это съемка пока сетей движение метафон ведь как меняется и как перемещают туда где нужны и происходит в любом клетке в чем часть то есть это мучилин и лоб ягод двигаются куску сц умениваются в каждой из как сети в ней масс и ДНК постоянно здесь перемещают интактных клеток а вот что происходит при небольшом даже оксидативном стрессе здесь добавлено небольшое количество переписи водорода моментально эти сети прогментируются и вот когда-то образуются эти пузырьки которые мы и видим на электронной микрофотографии объемная объемное представление модель вот этого выглядит таким образом смотрите это вот гипотография сеть а вот фрагментированная сеть уже фрагментированная отдельные микрофоты и вот здесь очень хорошо видно что есть большие микрофоты есть поменьше есть совсем маленькие самые здоровые те что больше они уже более менее повреждены и вот теперь в этом состоянии у нас появляется теоретическая возможность выкликнуть по зернышку все плохие недовольные оставить все хорошие вот именно это и делает наше замечательное интермитент хайпомсик хайпомсик тренинг перемежающийся гипоксии гипертапливы да во время сеанса гипоксической тренировки мы знаем что происходит вот такие поливания порциального давления кислорода насыщение кислорода крови гипоглобина и все физиологические функции соответственно увеличиваются и в периоды дыхания воздуха и кислорода все нормализуется это одна из первых графиков вы знаете из начала сейчас мы работаем усовершенствованном модусе гипоксии гипероксии мы находимся сейчас в этом модусе то есть мы увеличили амплект действия этого мощного сигнала мы увеличили на русском на метафон прежде всего на поврежденные метафоны и если здесь у этих поврежденных метафон было больше шансов пережить это воздействие то есть здесь этих шансов значительно меньше процесс эволюции эволюции при клетки то есть это воздействие воздействие гипероксии переживают только те метафон у которых естественного защиты естественного антиоксидативных ферментов выше чем у других то есть все воздействия погибают а оставшиеся дают подобства и в силу этого вся популяция улучшается как мы это видим схематически можно так представить вот здоровые метафондрии вот у нас здесь происходит интернет oxygen restriction или периодической интервальной эпоксидем это воздействие для здоровых метафондрий является тренировкой для поврежденных метафондрий оно экстремально а не гибнет к этому воздействию интернет oxygen restriction можно добавить еще и интернет calorie restriction то есть какую-то форму голодания ничем говоря по-русски вот сочетание этих воздействий дает самый мощный эффект мы этим сейчас пользуемся на практике в результате уже так сказать в клетке в которой уже достаточное количество метафондрий путем вот этих двух воздействий или хотя бы одного можно уменьшить количество метафондрий и клетка восстанавливается в первичной здоровой популярной популяции вот в этом суд всего этого процесса понятно что гипоксическое воздействие не ограничивается только воздействием на метафондрики хорошо известно с самого начала было известно что проявляется прежде всего очень большое воздействие на другие факторы на генетические факторы на экспрессию генов ответственные за абсорбцию транспорт и утилизацию кислорода то есть гипоксическое воздействие самого себе оно может быть очень разным это может быть высотная гипоксия аниме ишемия заживление раны или даже рост опухоли все они действуют через заживление раны или даже рост опухоли все они действуют через из всего фактора то есть это протеин который является ключом главным включателем для множезогенов обеспечивающих адаптацию гипоксии на биохимическом и биофизическом так сказать уровне это электрополитин известный который включает производство элитроцитов это фактор роста пропелляра это трансферин который командует метаболизмом железа это транспортеры глюкозы который обеспечивает независимый от инсулина транспорт глюкозы к клетке и наконец это эндотерин который регулирует тонус кровеносных сосудов и вот к этому еще добавляется метатозис и улучшение механизм популяции о чем мы говорили выше в результате мы вырудаем улучшенную повышение эффективности кислородного метаболизма и абсорбции кислорода и транспорта кислорода и эффективность его утилизации и снижение оксидативного стресса все это по большей части реализуется через самый так сказать главный медиатор за окись азота которая является непосредственным включателем множества этих генов и которая очень быстро выявляется даже при первом сеансе гипотетической панировки что мы иногда видим что пациент буквально после первого же сеанса проявляют всевозможные приятные симптомы и просто чувствуют себя лучше но самое интересное темы это то что гипоксическая стимуляция работает на стволовых на столовых клетках костного мозга смотрите костный мозг нас известно известно что он производит несколько линий стволовых всем известно что красную кровь демоглобин белая кровь лейкоцитки всевозможные все это происходит из костного мозга а другая линия эстромальные или зенхимальные стволовые клетки они являются предшественниками структурных клеток нашего тела то есть из них развиваются и кожа и волосы и нервная система развиваются кости мышцы и плящ и из другой линии из НТП и НТП развивается пищеварительная система в нормальном состоянии у здоровых людей постоянно какая-то часть этих клеток выходит в кровь особенно важный для нас вот это прикусы ингентериальных клеток которые вести ландарде изнутри именно они находят поврежденные места например здесь после инфаркта миокарда это поврежденное место обнаруживают циркулирующие стволовые клетки они всегда пристыковываются и производят здесь тот или иной ремонт то есть в чем это происходит достаточно быстро на моей практике я наблюдал по крайней мере два случая когда свежий очень свежий инфаркт миокарда буквально в течение двух-трех недель практически статическая или нормлоксическая часть она работает на дифференциации то есть клетки мало того что они должны найти поврежденное место но они должны преобразоваться в эти специализированные клетки и вот как раз чередование двух пухот способствует никому другому то есть гипотическая составляющая постоянно способствует дифференциации поэтому заживление происходит гораздо быстрее чем при обычном течении улучшается функциональное состояние всех аэробных систем то есть фактически всех систем нашего тела происходит это конечно с разной скоростью одни системы восстанавливаются быстрее другие гораздо негативнее но вот наиболее так сказать чаще всего быстрее всего реагирует как ни странно головной мозг улучшается показатели функциональней улучшаются результаты психологических тестов нейромедиаторы в мозгу стабилизируются быстрее и это очень важный хак дальше мы видим улучшение картофоскулярной функции что замечено и известно уже у нас в России мы знаем существует руководство для врачей существует большой опыт значительства реабилитации пациента известна также балансирование иммунной функции то есть гиперактивная иммунная система нормализуется и недостаточно активная актоиммунная функция повышается то есть при хронических инфекциях и при аутоиммунных заболеваниях улучшается утилизация лактата улучшается утилизация метаболизма железа гормональные улучшения очень заметны у женщин особенно переходного возраста то есть даже после двух трех лет женщины начинаются опять менструации в курсе фоксической терапии то есть это прямое утверждение того что происходит биологическое омоложение известные антибиотические диабетические диабетики 1 ну для спортсменов как мы знаем важно улучшение показателей легких улучшения функционирования мышц то есть это системное улучшение всего что ухудшилось в результате болезни или старин вот это и есть подлинное логическое омоложение и подлинная стимуляция регенеративных процессов хорошо как и все замерить нам ведь важно просто это наблюдать как то надо чтобы это было измеримо конечно существует множество измерения и функции метафорды производства АТР эти методы достаточно сложные лабораторные далеко не всегда так сказать их можно применить самым простым методом является оценка уровня максимального уровня потребления почему этот метод простой метод настолько точно отражает состояние метафорды да потому что общая масса метафорды на единицу веса и эффективность этих доходов ее достаточно простой чем больше уровень потребления максимально при нагрузке значит тем больше здоровья по единицу массы и этот уровень хорошо известен у у мужчин это 40 его здоровья они будут лучше подтверждение этого множества вот одна из последних работ которые показывают что везентим и занимаются системы ремонта и если еще повысится выше 40 мпк диагноз болезни альцгеймера потому что не она ничего не говорили и поскольку внешне особенно не было никаких проявлений мы просто продолжали курс гипоксической гипероксической терапии в течение нескольких месяцев поскольку оба хотели ну при этом они получали оба адресованную индивидуализированную витаминную поддержку режим питания был изменен в результате через 4 месяца интенсивной терапии очень быстро в течение 2-3 недель у нее практически все симптомы ушли и когда через вот небольшие вот на повтор то моему удивлению было обнаружено морфологическое восстановление кортикальной так сказать кортикальной области мозга термализации гипокапа лодочки тоже уменьшились то есть вот это был для меня очень большой реализм я и сейчас эту тему продолжаю развивать что важно эта пациентка она постоянно ко мне ходит раз в несколько месяцев приходит чтобы просто я посмотрел с подкорректировать протокол она сейчас абсолютно нормальный полноценный человек то есть это уже шесть лишних лет после того как был диагностирован сейчас практически здорово что происходит какие механизмы каким образом происходит восстановление нервной системы мозга сейчас более-менее уже известно мезинкемальные столовые клетки попадают через кровоток в мозг и они именно туда где есть невоспаление где есть зоны беспорядка они находят эти места они проникают туда и трансформируются в соответствующие здоровые функциональные клетки а не всегда происходит это прямая трансформация иногда имеет место просто передача здоровых зенкемальные столовые клетки стыкуются с поврежденными клетками которые как мы хорошо понимаем которые слишком много мегамитохондрий не ясно происходит значит и вот через этот канал передаются здоровые мегапондрии а поврежденные так и ничьи здесь ликвидируются конечно если мы поможем метаптозам то это все происходит гораздо быстрее что важно очень велика зависимость от состояния так сказать от текущего состояния происходит ли это в состоянии насыщения то есть когда человек у кого есть выдачно питается или когда человек питается правильно то есть не избыточная и конечно же соответствующая диета должна быть то есть при избыточном питании все эти процессы кормозятся при избыточном питании снижается производство в том числе стволовых клеток а вот смотрите это происходит в общем то при нормальном старении или при химокерапии да когда у нас раковые заболевания усердно химокерапии и мы видим массивное снижение стволовых клеток снижение регулятивного потенциала а вот при голодании исходит наоборот стимуляция развития стволовых клеток и стимуляция то стимуляции хоминга и репаративных процессов вот это все надо учитывать снижение стимуляции очень делали и синтез нового метафорда и метафорда и метафорда происходит здесь вокруг ядра у потому что во время метафорда очень много обмена происходит между метафорда и вот эти новые метафорды должны потом путешествовать по аксонам смотрите как далеко у вас максимальный аксон может быть вплоть до метра длину и вот этот транспорт происходит с определенной скоростью и пока все эти новые метафорды не приедут наконец туда где они нужны вот синапс там где у нас происходит обмен информации между примерами и эффектами моря вот до тех пор практически не восстановится но когда это происходит а происходит достаточно синхронно то тогда мы видим резкое улучшение симптоматики это и произошло у пациента да и доходы например в синапсе очень важны они отвечают за все эти процессы информационного обмена и объем синапса где-то 60% поэтому истинно и износ их происходит здесь быстрее и ремонт должен продолжаться так сказать поэтому восстановление нервной системы это длительный процесс который надо постоянно поддерживать и направлять вот сейчас мы увидим надеюсь как происходит движение митохондрии по нерву как раз по аксону смотрите и туда и обратно передается вот здесь происходит биосинтез митохондрии вот они транспортируются куда-то сюда в синапсу поврежденные митохондрии отправляются обратно это вот совсем недавно работа была сделана на душах митохондрии понятно покрашены флиоресцентным маркером вот очень хорошо видно как происходит происходит очень важный процесс стимуляция метаболизма стимуляция оттока римфы как ни странно мозг у нас очень неудачно сконструирован на предмет дренажа то есть артериальной системе приступают питательные вещества и кислород но дренаж по венозной системе относительно слабый а кроме того еще есть веквар целевоспинальная жидкость которые тоже плохо дренируются и наилучший дренаж происходит во сне в течение нескольких фаз сна а также во время медитации вот поэтому те кто занимался медитацией знают несколько допустим 15 минут медитации голова становится свежим почему потому что это открывает как-то лимфактический дренаж и для людей так сказать много работы доходит мусорная деятельность такой дренаж совершенно необходим иначе через 4 часа интенсивной мусорной деятельности голова которая ничего не соображает нужно что-то сделать делать что сигарету выпил кофе но это вовсе не способствует лимфатическому поэтому происходит со временем истощение деградация и воспаление нервных клеток поэтому изнашивает нервную систему если же использовать гипоксическую нагрузку в течение 20-30 минут то это дает гарантированный мощный удаление этих токсических метаболитов и соответственно следующие 4 часа вы можете работать так это очень важное наблюдение вот тоже недавно обнаружили эту систему но феноменологически мы знали об этом давно мы знали например когда еще работали с ними по водолазам что 4 часа интенсивной работы оператора и после этого его нужно заменять он начинает делать ошибки вот теперь мы знаем почему это происходит как это приобретать да значит по этой теме очень много исследований очень много публикаций вот одна из последних системных публикаций под редактором профессора Серебровской до Шпрингер это ведущие медицинские издательства и вот смотрите какие здесь темы затронуты вот терапевтическая гипоксия в экспериментальной болезни Паркинсон да есть уже серьезные сдвигы и клинического вот защита эффекта адаптации гипоксии при экспериментальной болезни нейропроективные механизмы перемежающейся гипоксии далее здесь даже с гиповарической гипоксией показано уменьшение функционального состояния применение гипоксии для повышения эффективности у мужчин то что у женщины это работает мы знаем вот теперь показано что и у мужчин тоже может противораковые эффекты перемежающейся гипоксии при остром эллоидной лейтемии мы используем перемежающуюся гипоксию гипоксическую терапию при разных заболеваниях это очень весной тема к сожалению времени не хватит даже затронуть наконец некоторые специальные темы и в конце даже и моя часть это в общем изложение и более детально изложение того что я сегодня рассказывал кстати выходит буквально в этом следующем месяце выходит наша с профессора цигановой статья в журнале физиотерапевт там тоже вот изложены как раз эти аспекты применения принижающейся гипоксии для регенерации что важно во время выполнения всех этих программ есть очень важные ключевые моменты о которых нельзя забывать особенно если вы работаете с пациентами которые за 50 и за 60 прежде всего это детоксификация это удаление тяжелых металлов к этому возрасту большинство людей накапливается очень изрядное количество токсических тяжелых металлов то есть это ртуть это алюминий это может быть капель если вы не прицельно не будете их удалять то происходит рекомсификация во время нейрополической гипоксии и клетки будут возрабатываться и они опять наберут этих токсинов опять они употребят для строительства свою структуру и вы получите опять иногда даже обострение поэтому необходимо проводить десификации обязательно нужно отрегулировать программу то есть здоровье нужно правильно помнить меньше козы и больше жирных тесно применять специальные по-русски называются пищевые добавки которые сейчас специально сконструированы для содействия генерации это кислоты это конечно же витамины и некоторые специальные вещества например талурин или алкалипоин необходимо периодичность воздействия то есть не слишком часто но и не слишком редко и конечно же проводить мониторинг то есть оценивать эффективность этого мероприятия и проводить сложные тесты существуют риски у жилых людей существуют риски мы без опыта мы знаем что как только начинается улучшение резкое улучшение особенно функции активности у человека памяти он немедленно начинает вспоминать те дела которые он не доделал и реально бросается их выполнять часто это бывают физические нагрузки например дачу не достроил или там еще какие-то дела и в результате может произойти катастрофа потому что в артериальной системе очень много гляж они могут начать крошиться из-за повышенной активности и тогда произойдет инфаркты ну конечно опять реакцификация не забывайте об этом может быть терапевтический кризис в результате реактивации хронических инфекций которые тоже могут быть за десятки то есть эти все темы очень важны мы об этом детально говорим на семинарах которые проводят на ингредиенте и в общем это все спасибо большое за внимание